всем привет но так как моей семье едоки слабые и у нас всегда еда остается что же делать ну так вот два последних раза я готовил индейку и куриные ножки вот что у меня осталось то есть то что я достал из холодильника все что осталось я нарезал на такие кусочки и сейчас я дам эту мяску второе дыхание я пожарю это мясо сладком соусе торияки все стандартно нарезал курочку есть такой соус нагреваю казан поехали так пока казан нагревается что мне еще понадобится мне понадобится лук сначала я жарю лук и только потом я заброшу курочку остатки курицы кусочки которые нарезал залью его соусом некоторые зрители спрашивают у меня что лучше приобрести казан или жаровну отдельно честно говоря я думаю что нужно и то и то потому что в качестве крышки конечно чугунную крышку ничем не заменишь здесь поэтому расширенный функционал хочешь жарить в крышке жаровне можно жарить в крышке жаровне но как я уже сказал я предпочитаю всегда все блюда готовить в казане а крышку в основном я конечно использую для того чтобы накрыть для того чтобы мясо настоять либо же для того чтобы пожарить лук какие-то овощи в тот в то время когда готовится мясо лук я нарезал все нормально вот но а тем людям которые говорят что там дорого или недорого вы поймите вы едите все несколько раз в день до и приготовление пищи на самом деле это чуть ли не самое главное в жизни в том плане на чем ты готовишь до кто-то говорит там я буду готовить в алюминиевом казани доготовь пожалуйста твое здоровье то есть все мы находим деньги на какую-то ерунду от которой качество нашей жизни не меняется на телефончике на телевизор и что это вам дало да ничего а что дает качественная посуда это легкость приготовления это удовольствие от готовки качественную еду и все это в целом дает ваше здоровье вы можете слушать каких-то узбеков поваров там якобы да посмотрите на них хотите быть как они слушайте их будьте жирные больные они все жирные больные я готовлю так что я стройный я здоровый у меня полно сил и энергия а будьте готовить как я будете стройными и здоровыми и так начнем сегодня мы готовим только на растительном масле соусом терияки закидываем лучок здоровый человек это тот у которого нет лишнего жира кто-то спокойно поднимется на 9 и там 16 этаж без отдышки вот это здоровый человек у кого ничего не болит 50 лет а я стараюсь готовить в первую очередь здоровую пищу но естественно естественно она у меня всегда вкусно поджариваем лучок до золотистой корочки все стандартно ничего нового с одной стороны вроде ничего нового с другой стороны мои блюда очень сильно отличаются от тех блюд которые вы знаете я всегда говорю прежде чем слушать кого-либо посмотрите на него если вы хотите быть таким как он слушайте его смотрите на тех людей кого вы смотрите если в принципе вас устраивает быть такими же пожалуйста слушайте так пора так как сегодня в принципе я готовлю уже готовое мясо будет очень быстро так как я готовлюсь Курочка в соусе старияки. Но без перца точно никуда. В маленьком случае. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Чтобы соус пропитал курочку. Продолжение следует. 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 поэтому он не растрескается это точно как ни крути люблю я вкусно покушать а также люблю чтобы это было красиво еще приятного аппетита благодарю за внимание да то что казан еще горячий как видите вода с него испаряется но можно немножко помочь протереть салфеточкой все в таком чистом виде я оставляю казан сейчас просто начинаем готовить сразу